Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими покупками, совершенными за июль и конец июня. И будет две части. Первая часть будет посвящена белорусской косметике, компании Релуи. Заказывала я эту марку с сайта Вальберес. Появилась она для кого, кто хотел давно попробовать эту марку, и в вашем городе нет, то можно на сайте ее заказать. В моем случае было именно так. Приобрела я себе 5 продуктов из этой марки и хочу теперь рассказать свое мнение. Взяла я себе на пробу две туши. Одна из них идет как для объема, другая для удлинения. Первая в черном исполнении это для удлинения, экстра лэш. И здесь очень удобная кисточка идет. Она как расчесочка силиконовая. Поближе, конечно, покажу. Очень хорошо прокрашивает реснички. В принципе, с начала использования реснички она стала прокрашивать сразу хорошо. И дает очень хорошую длину. Действительно. И как объем, соответственно, так как подрасчесывают реснички. Но немножко иногда все равно мне требуется дополнительное разделение. Но дает она длину очень хорошую. Единственное, конечно, она не подкручивает реснички. Но, в принципе, она на это и не заявлена. И такая у нее кисточка. Понравилась тем, что ей не осыпается, держится хорошо. Не размазывается у меня нигде. И реснички прям такие длинные. А вторая тушь идет уже именно для объема. И называется она пышные реснички. Вот в таком золотом исполнении. Значит, отзывы были противоречивы на эту тушь. Но я все равно решила ее попробовать. Кисточка здесь идет не очень пушистая. Она немножко в виде ложечки такая изогнутая. Но обыкновенная фибровая кисточка, в общем-то. Этой туши надо дать раскраситься. Причем даже где-то неделю это точно. Потому что поначалу, как только ей начинаете красить реснички. Ну, такие, я бы не сказала, что они шибко объемные, пушистые какие-то. Становятся длину там какую-то, придавят. Нет. Такие на повседневку очень натуральные реснички получаются. Я же люблю, чтобы был прям ух. Да, и вот чтобы получить этот ух, надо неделю дать этой туши раскраситься. Потом, конечно, уже и объем очень хороший. И прокрашивать она больше их начинает как-то больше обволакивать. И кажется, что ресниц больше действительно. В принципе, и длину стала давать неплохую. И что мне еще нравится, это кисточка в форме ложечки. Она как бы загиб по ресничкам придает. Мне понравилась, в общем-то. Также она не размазывается, не осыпается у меня. Использую я их, ну, полмесяца это точно. Вот так, по переменке. В общем-то, и этой тушью, и этой тушью я осталась довольна. Но отмечу опять то, что это сразу красит ресницы хорошо. Это и надо раскраситься. Дальше я решила попробовать корректор от этой марки. Первоначально я заказывала оттеночек 01, но он мне не пришел. Поэтому мне пришлось перезаказывать. 01 уже не было на сайте, и поэтому я взяла 02. 02 оттенок, у него очень странный такой тон. Он какой-то светло-сероватый даже. Ну, хотя, в принципе, под глазками этого не видно. Тон 01, он как-то светло-бежевый, по-моему, называется. И там более естественно, без вот этой серости, которая присутствует во втором тоне. Кстати, называется он натурально-бежевый. Достается вот таким вот способом. То есть здесь спонжик идет. И прокручивая вот этот низ, у вас выделяется сам корректор. Корректор, он по текстуре плотный. Я его брала под глазки. Но под глазки, я бы даже сказала, он плотноват. Мне кажется, он очень хорошо будет именно какие-то несовершенства в виде окны скрывать. Должен очень хорошо, потому что текстура плотненькая у него. Распределяется он неплохо, в общем-то. Но вот под глазки он может скататься там. И как-то не очень красиво, маленько выглядеть. Но такое, в принципе, если не сильно жирно нанести, то нормально. И, в общем-то, при распределении этого серого оттенка, который присутствует в этом корректоре, как-то не видно, в общем-то. Он даже маленько подосветляет зону под глазками. У кого синева, тоже неплохо, в общем-то, скрывает это. Дальше это тональный крем. Решила я испробовать еще и тональный. Взяла я из серии тональный крем с витамином Е, который не содержит масла. Я так понимаю, что вот этот тональный, он как раз-таки, наверное, предназначен тем, у кого жирная кожа, какая-то комбинированная. Жирности тональный вообще абсолютно никакой не дает. Он очень легкий, текстура у него жидковатая, хорошо распределяется. Взяла я в тоне 41, это светло-бежевый. И, в принципе, подошел мне этот оттенок. Текстура такая нежирная и вот мне на лето очень понравился. Единственное, тут нет никаких защитных СПФ-факторов, но в составе хотя бы содержится витамин Е, который и, в общем-то, ухаживает еще и за кожей. Этим понравилось. Такая интересная отдушка у него содержится. Напоминает мне бобы. Аромат, запах бобов почему-то, не знаю почему. Но вот такая отдушка. Хотя вот при распределении на лице она мне никак не смущает. Сама упаковка, конечно, пластмассовая, но довольно-таки удобный дозатор. Можно как и маленечко совсем выдавить, так и побольше. В общем-то, тональным я осталась довольна. На лето мне такая текстура очень устраивает и как-то подвыравнивает тон. Конечно, она за счет своей легкости вам сильные покраснения не перекроет. Но если у вас все более-менее с лицом, то могу посоветовать попробовать. Неплохая тональная основа. И, кстати, поры не забивает, не проваливается. Ничего такого я не заметила. И последнее, это то, что из всего заказа, который мне не очень понравился продукт. Это супер гель топ. Как-то не очень я его поняла. Хотя использую раза три, наверное. И все три раза как-то не совсем он меня удовлетворил. В общем-то, я вроде бы слышала очень хорошие отзывы на нее. Это верхнее покрытие для лака. Создает уфет гель лака. Придает лаку невероятную стойкость. Дарит бриллиантовый блеск. Мгновенно высыхает. Удаляется обычным средством для снятия лака. Нужно нанести два слоя лака для ногтей от Рилуиз. И дальше высохнуть в течение двух минут. Затем нанести один слой вот этого супер топа. Я наносила этот топ, конечно, не на лак Рилуи. Может быть, поэтому я не поняла все прелести его действий. Но вот у меня, я бы не сказала, что он продлевает шибко действие, стойкость лака. Ну, как лак держится, может там 4 дня продержаться, так он у меня и будет держаться. На неделю уж точно он мне не придает стойкости. Блеск, конечно, красивый. Но, опять же таки, когда его наносишь, он как-то маленько тянет лак. И могут бороздочки какие-то появиться. Также могут появиться пупурышки какие-то, как типа воздуха что-то, пузырьки. В общем, надо повозиться с вот этим делом. Тисточка здесь, в общем-то, идет стандартная, но очень удобно разносить по ноготочку. И еще хочу отметить, при нанесении минус, если вы где-то не попали этим средством, то у вас очень явно это видно. То есть, прям граница такая появляется между лаком и вот этим топом. И очень видно вот эту границу. Некрасиво, опять же таки, смотрится. Ну, в общем, не впечатлил он меня. Может быть, на лак Рилуи у него это дело будет лучше ложиться. Но на все остальные марки как-то я, причем разные, и Фаберлик, и не Фаберлик пробовала, или Манила пробовала, еще какой-то другой, Рил, по-моему. В общем, ни на что он прям вот так вот идеально не накладывается. Ну вот, на этом я свою первую часть закончу с покупками. Надеюсь, было вам чем-то полезно. Все ссылочки я постараюсь в инфобоксе оставить у себя. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И увидимся во второй части. Пока-пока! Продолжение следует...